Здравствуйте, дорогие ребята, а также ваши мамы, папы, бабушки и дедушки. Надеюсь, сегодня вы все дома и смотрите эту передачу. А посвящена она сегодня замечательному произведению Александра Твардовского «Василий Тёркин». Как видите, я тоже нахожусь дома на самоизоляции. А где же наша неутомимая корреспондентка, собачка Телелюся, спросите вы? Открою вам секрет. Дело в том, что Телелюся на время пандемии решила стать волонтером. И, конечно, сейчас очень занята вместе со своими друзьями-волонтерами, помогает обеспечивать пожилых людей всем необходимым. Вот такие дела. Но ничего, вместо Телелюси сегодня согласилась поучаствовать в передаче моя знакомая чудесная белая кошечка. Зовут её Телеледи. Итак, ребята, давайте посмотрим, как же Телеледи справится со своим заданием. Смотрим. Привет, мальчишки и девчонки. Я специальный корреспондент. Телеледи Мяу. Сегодня я вам задам вредные вопросы. Читали вы Василия Тёркина? Мяу. Сейчас мы и узнаем. Вопрос номер один. Как вы думаете, Василий Тёркин на самом деле жил? Я думаю, да. Ну, возможно, есть такой человек с такой же фамилией, с таким же именем, но что прям такой вот, прям герой, ничего-то не слышал. Кто вам больше понравился Василий Тёркина? Он не оставляет меня где. Ребят, а кто-то из наших дедушек и бабушек участвовал в войне. Мой прадедушка Александр Батурин. Он даже был взят в плен. Когда его повели на расстрел, рядом с ним стоял человек. И когда в него стрельнули, он задел нашего дедушку. И они вместе упали во враг, который был заде них. Потом, когда они упали, наш дедушка лежал, пока те не ушли. А после этого... К пути. После этого немцы, когда ушли, он пошел в противоположную сторону к нашим. И так выбрался. Здравствуйте. Меня зовут Лида. У меня был дедушка. Он прошел всю войну. Прошел до Берлина. Я счастлива, что у меня есть такой дедушка. У него очень много медалей. Что вы знаете о войне? Мои прадедушки воевали в Великую Отечественную войну. Я смотрел много фильмов и читал книгу Василий Теркин. И к 75-летию Победы сочинил стихотворение, которое я вам сейчас прочту. Гремит салют, и радостью и счастьем переполняются сердца. А если вспомнить все четыре года, ужасная и страшная война. Фашисты-зверства рвались вперед, решив победа, что у них в кармане, Собрался воедино весь народ. Меняя жизнь на смерть, деды и прадеды сражались. А сколько жизней женщин и детей на той войне осталось? Мы помним, чтим великий подвиг. И низкий-низкий вам поклон. Гремит салют! Ура! Победа! И небо мирное над нашей головой. Ребята, вы молодцы. Я побежала, у меня всякие кошачьи дела мяу. И всех поздравляю с праздником Победы. До встречи в эфире. Мяу! Ну что ж, по-моему, кошечка Леди неплохо справилась со своей задачей. Ребята интересно ей отвечали. А мы продолжим нашу передачу. И сегодня в ней примут участие Наташа Гришинец, Вероника Кузьменко, Илья Калашников и Ренат Фахурдинов. Правда, есть еще один участник, имя которого я пока не назову. Пусть это будет для вас сюрпризом. Ребята, вы все, я знаю, недавно прочитали поэму Александра Твардовского «Василий Теркин». Скажите, а как вам главный герой? Понравился? Какой он? Наташа? Мне нравится Василий Теркин тем, что он был добрый, отзывчивый, веселый. И в трудную минуту никогда не унывал и поддерживал своих товарищей. Это вымышленный персонаж? Я считаю, что Теркин вымышленный персонаж. Но в нем собрано характерные качества простого русского человека. Теркин, кто же он такой, скажем откровенно? Просто парень сам с собой. Он обыкновенный. А теперь я обращусь к Ренату Фахурдинову. Привет, Ренат. Привет. Ты читал произведение Твардовского «Василия Теркин»? Да, читал. Скажи, пожалуйста, а что ты можешь рассказать о герое, о Василии? Он большой оптимист, он целеустремленный очень, и он очень веселый. Ты бы хотел иметь такого друга? Да, хотел бы. А как ты считаешь, это собирательный образ? Собирательный образ, собранный из лучших качеств солдат. Ренат, а кто-нибудь из твоих близких участвовал в Великой Отечественной войне? Да, мои прадедушки. Я этим очень горжусь. Наверное, в нашей стране нет такой семьи, где не было бы участников Великой Отечественной войны. Великой эта война названа потому, что она была связана со страшными разрушениями. Целые города стояли в руинах, а Отечественной, потому что солдаты наши сражались с врагом за свою родину, за своих близких, любимых, жен, детей, матерей и отцов. Я думаю, что сейчас лучше меня ребята расскажут о том, как воевали их деды и прадеды. Ну, пожалуйста, Илья. Мой прадедушка Кремлёв Степан Васильевич воевал в битве под Сталинградом. У него было много орденов и медалей. Спасибо, Илья. Ребята, кто ещё хочет? Вероника. Многие мои родственники принимали участие в Великой Отечественной войне. Один из них, Суслов Николай Порфирьевич, служил в войсках связи. Под пулями врага восстанавливал перебитые снарядами провода. Участвовал в боях под Москвой. Под Кёнигсбергом был тяжело ранен. Награждён орденом Красной Звезды и медалью за победу над Германией. А в мирное время он тоже продолжал служить в армии. Спасибо, Вероника. А сейчас, ребята, я открою вам секрет. В нашей передаче участвует замечательный актёр Сергей Загребник. И сегодня, прямо сейчас, он прочитает нам отрывок из поэмы Василий Тёпин. Переправа, переправа, Берег левый, берег правый, Снег шершавый, кромка льда, Кому память, кому слава, Кому тёмная вода, Ни приметы, ни следа. Ночью, первым из колонны, Обломав у края лёд, Погрузился на понтоны первый взвод. Погрузился, оттолкнулся и пошёл. Второй за ним, Приготовился, пригнулся, Третий следом за вторым. Как плоты пошли понтоны, Громыхнул один, другой, Басовым, железным тоном, Точно крыша под ногой. И плывут бойцы куда-то, Притаив штыки в тени. И совсем свои ребята, Сразу будто не они, Сразу будто не похожи На своих, на тех ребят. Как-то все дружнее и строже, Как-то все тебе дороже И роднее, чем час назад. Налегли, гребут потея, Управляются с шестом, А вода ревёт правее Под подорванным мостом. Меж погнутых балок фермы Бьётся в пене и в пыли, А уж первый взвод, наверное, Достаёт шестом земли. Позади шумит протока И кругом чужая ночь, И уже он так далёко, Что ни крикнуть, ни помочь. И чернеет там зубчатый За холодную чертой Неподступный, непочатый Лес над чёрной водой. Переправа, переправа, Берег правый, как стена, Этой ночи след кровавый К морю вынесла волна. Было так, Из тьмы глубокой, Огненный взметнув клинок, Луч прожектора протоку Пересёк наискосок, И столбом поставил в воду Вдруг снаряд, Понтоны в ряд. Густо было там народу, Наших стриженных ребят. И увиделось впервые, Не забудется оно, Люди тёплые, живые, Шли на дно, на дно, на дно. Под огнём не разбериха, Где свои, где кто, где связь. Только вскоре стало тихо, Переправа сорвалась, Переправа, переправа, Темень, холод, Ночь, как год. Но вцепился в берег правый, Там остался первый взвод, И о нём молчат ребята В боевом родном кругу, Словно чем-то виноваты, Кто на левом берегу. Не видать конца ночлегу, За ночь грудую взялась, Пополам со льдом и снегом Перемешанная грязь. И усталая с похода, Чтоб там ни было, жива, Дремлет, скорчившись пехота, Сунув руки в рукава. Чутко дышит берег этот, Вместе с теми, что на том. Под обрывом ждут рассвета, Греют землю животом, Ждут рассвета, ждут подмоги, Духом падать не хотят, Ночь проходит, Нет дороги, Не вперёд и не назад. А быть может, там спал ночи, Порошит снежок им в очи, И уже давно Он не тает в их глазницах, И пыльцой лежит на лицах, Мёртвым всё равно. Ну вот, как будто бы вместе с Василием Тёркиным На войне побывали, Почувствовали все тяготы Этой страшной ночной переправы. И в этой поэме предстаёт герой То весёлым парнем с гармошкой, То мудрым солдатом, Выбирающим правильную позицию в бою, То героем, который, Несмотря ни на что, Остаётся победителем. И очень хорошо сказал Твардовский, Вот такое четверостишье Я вам сейчас приведу, Которое мне нравится, То серьёзное, То потешное, Нипочём, Что дождь, Что снег, В бой, Вперёд, В огонь кромешный Он идёт, Святой и грешный, Русский чудо-человек. Ребята, к сожалению, Наша передача подходит к концу. Но один вопрос, Очень непростой, Я всё-таки успею вам задать. Скажите, пожалуйста, Вот Василий Тёркин, Это наше прекрасное прошлое, Славное прошлое? Или такие люди были, Есть и будут? Я считаю, Что такие люди, Как Василий Тёркин, Никогда не переведутся в Россию. Например, сейчас, Молодёжь в качестве волонтёров, Мужественно помогает бороться с коронавирусом. И так же, Как и Василий Тёркин, Если понадобится, Будут защищать свою родину. Праздником победы вас! Берегите себя и близких! До новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok